МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Бизнес-среда». Сегодня в программе. Чувашия в Ганновере. Новости с места событий. Как получить кредит, если нет залога? Ответ в нашем сюжете о гарантийном фонде Чувашской республики. Как соблюдают предприниматели законодательства в сфере ограничения продажи алкогольной продукции? История успеха. Слабый пол, силеный в бизнесе. В эти дни Чувашская республика участвует в международной промышленной ярмарке в Ганновере. Каковы успехи и результаты? Об этом наш первый сюжет. В Ганновер из Чувашии отправилась представительная делегация руководителей целого ряда предприятий промышленности республики во главе с министром экономического развития, промышленности и торговли Алексеем Табаковым. Экспозиция республики, демонстрирующая электротехнический кластер, высокие технологии и разработки инновационных компаний, привлекла внимание гостей и участников выставки. Мы связались с директором Центра экспортной поддержки Чувашской республики Александром Рыбаковым, который находится в Ганновере. Тут больше 40 человек. В основном от холдинга АБС «Электора». В НИИР, АБС «Автоматизация». Очень много приехало малых и средних компаний. Ну, больше 20 компаний здесь. Это самая представительная делегация на Ганновер Мессе. Удалось заинтересовать и максимально собрать бизнес в Чувашии. Сейчас у нас ожидается встреча с турпредом Российской Федерации ФРГ с Зверевым Андреем Викторовичем. Мы участвовали в бизнес-саммитах, брифингах. Тут практически все ключевые министры. Министр промышленности, мантуровства, белоусов экономики, Ливанов министр образования. Ну, в общем-то, здесь каждый день проходят саммиты, конференции, круглые столы, встречи. И мы здесь все обсуждаем. Вот и наши релатексы обсуждали, и наш клафтер, и продвижение наших товаров и услуг на рынке Европы. Сегодня наша делегация поехала на завод «Блок». Это трансформаторный завод. Мы хотим посмотреть, как они работают. Большой интерес к этому у нас испытывает проект «Электротехника». У них открылся на площадях Шумерлинского завода свет автомобилей в Шумерлих. Будет подписан контракт. Сейчас как раз вот мы обсуждаем детали этого контракта между компанией «Стальплюс» и одной из немецких компаний. Сумму контракта я не могу сказать, но она будет существенной. А теперь об актуальных проблемах предпринимательства. Получить кредит в банке без достаточной залоговой базы крайне сложно, но можно. Для этого необходимо заручиться поддержкой гарантийного фонда Чувашской республики. В конце 2009 года в Чувашской республике был создан гарантийный фонд. Эта структура была призвана решить одну из главных проблем предпринимателей – отсутствие залога для получения кредита в банке. За два с небольшим года более 160 субъектов малого и среднего бизнеса решили эту проблему. Они получили поручительство гарантийного фонда Чувашской республики. В 2010 году, когда только открывался гарантийный фонд, мы одни из самых первых воспользовались услугой, которую предстоял наш правительство Чувашской республики, именно по обеспечению гарантийных каких-то обязательств для банков с целью как раз помощи малого предпринимательства и среднего. Гарантийный фонд на сегодняшний день и в то время как раз предоставлял услугу по как раз этому обеспечению, то есть давал гарантию банкам. Тем самым увеличивал суммы, которые можно было взять в кредит, естественно, для того, чтобы развиться больше и ширше. И поэтому, в принципе, неплохо они тогда нам помогли. Эффект хороший, потому что, я говорю, как уже объяснял, что проблема у малого бизнеса, нехватка, как говорится, залога в основном, а как раз гарантия позволяет решить эту задачу. И, в принципе, я говорю, когда хочется большего кредита, а дают меньше, да, но когда получаешь то, что нужно, естественно, результат совсем другой будет в итоге. Гарантийный фонд уже выдал поручительство на сумму почти 400 миллионов рублей. Это позволило привлечь предпринимателям почти миллиард кредитных средств. О том, как же работает гарантийный фонд, расскажет его исполнительный директор. Какая схема работы фонда? Предприниматель, значит, самостоятельно обращается в один из банков-партнеров, который сотрудничает с фондом по программе предоставления поручительств. На данный момент у нас заключено соглашение с 20 банками и одной лизинг-компанией малого бизнеса. Предоставляет всю необходимую информацию, пакет документов собирает для банка. Здесь важно отметить то, что для фонда отдельно какого-то пакета документов собирать нет необходимости. Всю необходимую информацию мы получаем непосредственно от самого банка. В случаях, если действительно нехватка залогообеспечения налицо, значит, банк информирует заемщика о привлечении гарантийного фонда и в случае принятия положительного решения подписывается трехсторонний договор поручительства между банком, фондом и непосредственно заемщиком. После чего заемщик получает кредитные ресурсы. Что касается основных условий предоставления поручительства, в первую очередь поручительство предоставляется по обязательствам сроком от одного года в сумме от одного миллиона рублей. Поручительство фонда ограничено 50%. То есть в случае, если необходимо привлечь кредит в размере, допустим, полтора миллиона рублей, максимальная мера ответственности фонда составляет 750 тысяч. То есть на 50% заемщику как минимум нужно найти своего обеспечения. Срок предоставления поручительства на данный момент составляет 5 лет. Для отдельных категорий сельхозтоваропроизводителей он увеличен до 7 лет. Однако гарантии правительства Чувашской республики не могут быть предоставлены предпринимателям, осуществляющим подакцизную деятельность или тем, кто берет кредит для того, чтобы рассчитаться по зарплате, налогам или же перекредитоваться. Чтобы получить поручительство фонда, необходимо соблюсти несколько условий. К заемщикам, то есть субъектам малого и среднего предпринимательства, также есть ряд условий. В первую очередь он должен быть зарегистрирован на территории Чувашской республики, не иметь просроченных платежей по налоговым и иным обязательным платежам, осуществлять свою хозяйственную деятельность свыше трех месяцев и иметь, как я уже говорил, обеспечение по кредиту не менее чем 50%. Предприниматели с помощью поручительств фонда берут кредиты на закупку оборудования, новых производственных линий, расширяют свой бизнес. Эта государственная поддержка также вносит существенный вклад и в обеспечение занятости населения. Благодаря гарантийному фонду предприниматели Чувашии сохранили более 2,5 тысяч рабочих мест и создали более 200 новых. Со всей необходимой информацией вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте, на который, кстати, с недавнего времени существует вкладка «Калькулятор», где вы сами самостоятельно можете рассчитать сумму вознаграждения, необходимую для получения поручительства. Как исполняют предприниматели, ограничения в части реализации алкогольной продукции. Это мы решили выяснить совместно с сотрудниками Министерства экономического развития Чувашии в ходе недавнего обследования точек общественного питания. С 1 января 2013 года в Чувашии предприниматели, чей бизнес связан с алкоголем, должны работать по новым правилам. К примеру, если кафе находится в многоквартирном жилом доме со входом со стороны подъездов или детской площадки, предприниматель должен или прекратить продажу алкоголя, или заняться перепланировкой помещения, а именно переносом входа, или же закрыться. Мы объехали совместно со специалистами Минэкономразвития Чувашии несколько кафе и посмотрели, что предпринимают чебоксарские предприниматели по исполнению нового законодательства. Первый объект по улице Чернышевского приятно удивил. В этом объекте осуществлялась торговля алкогольной продукцией, и, как видите, вход в это кафе был напротив детской площадки. В конце ноября прошлого года, после вступления в силу дополнительных ограничений, принятых постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики, данный объект закрылся, кафе закрылось, и на данном объекте сейчас осуществляется торговля товарами для организации праздничных мероприятий. На следующем объекте работа кипит. Предприниматель решил перенести вход в кафе и устроить его с другой стороны. Ждали весны, чтобы приступить к работе. По его признанию, так будет даже лучше. К тому же возникла идея обустроить и летнюю веранду. Обещали, что уже через две недели все будет готово. В другом кафе предприниматель организовал помещение, где планируется продажа алкоголя с другой стороны дома. А в прежнем кафе обещает оставить только горячее питание. В городе таких объектов у нас не так много. Несколько объектов находятся в северо-западном и в новоюжном районах. В настоящее время мы также проводим обследование этих объектов. И при выявлении несоответствия принимаем меры по ограничению деятельности этих объектов. В частности, такой объект мы установили в северо-западном районе. Это кафе «Весна». Там продолжалась осуществляться реализация пива. Ну и ряд объектов, которые расположены в городе Новочебоксарске. Недавно также выявили, что некоторые объекты закрылись. Кафе в этом населенном пункте. Но некоторые, зная, что нельзя торговать, продолжают работать. Поэтому в ближайшее время в отношении всех этих организаций будут выписаны предписания. Будут приняты меры административного наказания за осуществление законной деятельности. Чтобы активнее выявлять объекты, где ведется незаконная торговля алкоголем, без помощи населения не обойтись. Поэтому мы призываем всех неравнодушных граждан, сообщайте о таких фактах по горячей линии в Минаганом развития Чувашии. Телефон вы видите на экране. Сегодня в рубрике «История успеха» предпринимательница из Чебоксар. Оказывается, бизнес вполне под силу и хрупким представительницам прекрасного пола. Алина Сандлер начала свою предпринимательскую деятельность 6 лет назад, в 2007 году. На тот момент у нее был всего лишь один солярий и большое желание воплотить свою мечту – создать салон красоты с полным спектром косметических услуг. Идея пришла не по бизнесу, а идея, скорее всего, взялась от образа жизни и от общения. Всегда хотелось общаться. Чем больше, тем лучше. Но на фоне красоты общаться – это и приятно, приносит массу удовольствия, а самое главное – пользы. Самое тяжелое в этой ситуации, наверное, было начать. Это заставить себя сесть и написать бизнес-план, собрать все мысли доедины, разложить их и представить насуды общественности. Вот это, наверное, было самое тяжелое. Бизнес удалось развить, но для открытия парикмахерской требовались дополнительные финансовые вложения. На помощь Алине пришли ее же клиенты, посоветовавшие обратиться в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики и поучаствовать в конкурсе на получение государственной поддержки для молодых предпринимателей. Очень долго думала над этим и решила попробовать. Как раз была нехватка и была идея расширить свою организацию для более полного спектра услуг. Ну, необходимость такая существовала. И получение гранда как раз дало такую возможность это сделать, реализовать свои мечты. Государственная поддержка позволила предпринимательнице создать дополнительно 4 новых рабочих места и существенно расширить спектр услуг. Я считаю, что я успешно начала свою деятельность. И благодаря государственной поддержке, благодаря поддержке вообще, успешно ее продолжаю. А пожелать молодым предпринимателям рвения, хотения. И не только хотеть, а главное ставить правильные цели и вставать каждое утро и делать то, что вы хотите, то, что вы считаете правильным. И по традиции полезная информация для предпринимателей. Увидимся 24 апреля на национальном телевидении Чуваши. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»